Хочу обратиться к россиянам, которые нас смотрят. Интервью ваших солдат не покажут по федеральным каналам. Комментируйте, ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких, особенно в российских пабликах, чтобы больше людей там, в России, знали правду об этой войне. Ваше полное имя? Фоминых Эдуард Анатольевич. Год рождения? 14 июля 1978 года. Откуда сами родом? Со Свердловской области. И проживаете там, да? Да. Город? Свердловская область, Сталинский район, поселок Троицкий. А семья, дети есть? Да, второй раз женаты. Дети? Да, от первого брака сын, 14 лет уже ему, и второй брак у дачи уже 8 лет. Мобилизированы, да? Мобилизированы. Когда? 29 сентября. Зашли в Украину когда? 11 октября. Плен попали? 22 октября. А какой населенный пункт? Горбатевка. Это какая область? Донецкая область. Донецкая область, да? Заходили через Донецкую область, да? Да. Проходили через Донецкую? Ну, у нас везде завозили ночью и кинули нас в лесу. А какая должность? Разведчик. Разведчик, да? Да. Сколько обещали? Обещали, даже не знал, сколько обещали, что около сотки. 100 тысяч, да? Ну, где-то около сотки, что-то говорил, слышали даже. А до этого чем занимались? Работала в охранном предприятии. Чем, да? Да. Сейчас на охранном предприятии. Я понял. Что же она сказала, когда шли? Ну так, чего? Против была этого. И ревела, не хотела. Даже документы делали МРТ, как мне сказать, с позвоночника, плохо. МРТ, но не успели сделать перед поездкой. Может, поиск получил. Не успели сделать. Но какая-то комиссия должна быть? Сэр. Никакой комиссии, ничего не было у нас. Так и оправились. Даже вот на операцию записался и тоже предсказали, что ждите время. Меркотносно делать и позвоночник. А какие проблемы? Ну, проблемы с позвоночником и нос плохо дышит. А в чем-то сколько зарабатывали? Ну, 125 тысяч рублей, да? Да. А что охраняют? Сургут-нефтегаз. А Сургут-нефтегаз, да? Ну, это большое предприятие. А где Сургут-нефтегаз находится? Это в Сургуте. В Сургуте. Вы ездили на заработки, да? Да, в вахтный момент. Вахтный момент вы там работали. А поселке тяжело заработать такие деньги? Да, у нас очень тяжело заработать. У нас там копейки где-то, ну, тысяч пять, может, восемь, даже десять тысяч, если. Везде, сейчас с этой, как сказать, коррупцией, с этой политикой, везде все развалилось. Даже колхозы все развалились. Угу. Не понимаю. А вот что до этого знали о Украине? Куда ехали? Когда сюда ехал? Угу. Ну, то, что нам, то, что говорили, что украинцев тут нету, чисто канадские. Чисто что? Нацики. Нацики, нацисты. Ну, это американцы, вот эти там все эти, наемники. Вот про это, понятно, как я слышал. Что украинцев тут нету. А украинцы, вот, а кто такие украинцы? Так нет, я даже вот приехал сюда, вот сколько вот вижу, я даже ни одного этого нацика или американца ни разу не видел. Угу. Везде одни украинцы. Просто обман. Там одно говорят, тут совсем все другое. У вас образование есть? Да, третье специальное. А специальность какая? Камечник, монтажник. Монтажник, да? А сколько вы на Суббуднефтегаз работаете уже? Ну, я долго работаю. Лет 12-13. Лет 12, да, лахтовым методом? Ну, сначала так в Тюмени я работал. Город Тюмень там, а потом уже лахты. Перебрался. Угу. Месяц работаю, месяц как дома отдыхаю, но дома не отдыхаю, езжу на подработки. Угу. Чисто за наличку. Ну, я понял. А 5-8 тысяч, это за какую работу там платят поселки? Ну, это у нас везде такая зарплата, что вот куда они устроятся, везде маленькая. Ну, самая большая зарплата может там 15 тысяч. Такая. А ты где-то в госучреждении? Это в город Талицево, нет. Почему? Ну, даже вот в любой фабрике, там, намогу, завод, там, если какое-нибудь там мясо-кабинат, везде копейки. 125 тысяч, это где-то полтора тысячи долларов, правда? Ну, я в домах не разбираюсь. Угу. Месяц отрабатываешь, месяц дома. Угу. Ну, когда бывает не месяц, не 30 дней, бывает 45 дней. Угу. А жена чем занимается? Жена у меня врач. Угу. Ну, как не врач, она там, это, работает в санатории, железнодорожный. Угу. Ну, я не знаю, вроде как врач там. Угу. А сколько у него зарплата? У меня зарплата там что-то тоже около 30 тысяч. Угу. А вот вы это все услышали с телевизора, да, что здесь нацисты и так далее, да? Да. Правильно я понимаю? Да-да-да, наемники. А наемники воюют, да, здесь? Да-да-да. И верили в это, реально? Да я не верил, мне как-то все равно это было. Ну, как бы все равно, вот, ну, то, что вам говорят, да, а вот, ну, я просто немного не понимаю. Вот, россияне, они, как бы, вот ваше мнение, они что, должны в любую страну лезть и разбираться, если в страны там даже проблемы есть какие-то внутренние? Они готовы везде лезть, я так понял, да? А россияне-то? Да. Ну, не знаю. Честно, не могу даже объяснить, да, это просто. Вы говорите, что в поселке низкая зарплата, да, там 5 или 8, то есть это проблема для страны, правда? Да. Проблема, да? Ну, все равно у нас даже все, кто вот местные, а даже, кто все, ну, семейки мои, да, город Тальцов, не все, разряжается по городам. Екатеринбург, большой город, там, город Тюмень, Сурбург. Это проблема. Ну, это проблема. То есть, люди не могут себе не найти работу. Почему? Ну, как бы, проведите зарплату, да? Зарплатные деньги. Зарплатные деньги. Вот, россияне не разбираются со своими внутренними проблемами, отправляют, вот, например, таких, вы сюда. То, что управляешь? Угу. Вот, какие вам задания ставили, что вы должны были делать здесь? Ну, мобилизовали. Ну, и какие задания? Ну, у нас задания не было, как сказать, ну, я даже командира-то не знал своего. Нас только вот, когда привезли, в лесу выбросили, и то с командиром взвода я. Там познакомился, он уже меня был. И распоряжение, как сказать, мы с 11 по 22, когда я в плен попал, чисто в лесу обживались. Рыли окопы и обживались. Больше ничем не занимались. То есть, это правильно, вы в плен попали в лесу, просто пришли, вас взяли и все, да, в лесу? Нет, ну, мы решили вдоль железной дороги пройтись. Ну, прошли за железную дорогу, решили пройтись. Залетали эти квадрикоптеры, эти птички, или как их называют. Мы спрятались в лесу, но они еще больше начали летать. Мы решили уже перебежать в тележелезку, и тут попали в засаду. Там начался обстрел, гранаты, это все это. Это нормально, это все-таки украинская территория, правда? Да. Ну, вы в разведку как бы ходили, исполняли. Ну, то есть, задания вы должны были понимать. Вы мне говорите, я пошел пройтись. Ну, это же не туристическая поездка для вас была. Понятно. Вы разведка. Ну, какие задания ставились для вас? Ну, какие задания ставились? Попройтись вдоль железки, посмотреть. Для чего? Не знаю. Это уж командир взводного знаний. А как вообще, вот, коммуникация происходит между командирами и простыми солдатами? Никто ничего не знает. Ну, вот хорошо. Вот как бы вы делали отчет? Мы прошлись вдоль железной дороги. Да. Мы видели два дерева, один клен, другой дуб. Нет. Две сороки, один воробей. Ну, хорошо. Ну, прошлись. И что далее? Прошлись. Перешли железную дорогу. Ну, нашли окопы. Там командир взвода, там, сухопайки вот эти фоткал, баночки фоткал. Пошли дальше. Вот потом залетали эти птички. Ну, вот в водокоптеры. Дроны. Дроны. Потом еще один залетал. Мы спрятались в лесу. И потом уже, что-то, командир взводом нас крикнул. Пообещали через железную дорогу. И там попали в засаду. На выборы ходите? Я не хожу, даже не голосую. Вообще? Совсем. Почему? За кого голосовать? Только за них голосовать. А кто вам из политиков нравится? Никто не нравится даже. Никто, да? Жириновский нравился. Так-то больше всех. Но я не голосовал никогда. Что здесь? Мне попадается какой-то клуб любителей Жириновска. Вы уже третий или четвертый, который назвали Жириновска. А чем нравится Жириновск? Так, ну, как-то он все равно же говорит там. И юморист. Ну, ладно. Юморист. Ну, как бы. Не знаю. Больше всего Жириновский нравился. Так, если нравится юмор, можно там ходить на Петристиана, или кто-то там возить. В комедий-клуб нормальный иногда там делал. Да, я не смотрю, правда, эти программы. Нет? На Жириновскую смотрит? Да, я не смотрю. То есть, сколько лет вы на выборы не ходите? Совсем не ходил. Вообще в жизни не были? Ни разу. Ни разу не были? Хоть ты не сходил, за тебя все равно проголосовали, как говорят. А как так? А я даже не знаю. Ну, так говорят вот даже вот некоторые, что если ты не сходишь, даже вот тот не ходит, все равно за тебя уже проголосуют. Потому, что я все равно же там паспортные данные же даешь везде свои. Они паспортные данные все равно знают. Даже вот здесь сельсоветы, вот эти все эти администрации. Они уже паспортные данные знают. Даже если не пришел, за тебя уже галочку поставили. То есть я правильно понимаю, с ваших слов значит, что Россия это глубоко коррумпированная страна? Ну, я не знаю. Ну, выходит так, если... Выходит так. Выбоко коррумпированы и не свободны из страны. Потому что выборы ничего не решают, правильно? Да. Путина поддерживает? Я никого не поддерживаю. Вообще никого? Никого. А как вообще жить можно в стране, вот вообще, ну, чувствуя, что ты ни на что не можешь повлиять? Вы, ну, вам не тяжело там жить? Ну, как мне тяжело? Тяжело. Сам за себя вот работаешь и, как сказать... Мы не говорим о работе. Мы говорим о каких-то более глубоких вещах, да? Вот что я часть общества, которое на что-то может влиять. Да, вот через выборы выбираем президента. Да, вот мы голосуем за того, кого хочем, да? Вот у нас свободная страна. Мы же почти в наводке. Вы 78-й год, я 81-й. Да, у нас три года разницы, да? Это почти одно и то же. Ну, у меня ощущение есть, что я в этой стране, ну, как бы что-то могу решить. Да, как там, как журналист, как гражданин. Да, я хожу на выборы, я голосую. Что у меня, что у нас демократическая страна. Да, у нас не все гладко. Я согласен. Ну, как бы люди ощущают, что они могут что-то менять. Понимаете? Это как бы тяжело жить всю жизнь в стране, где ты понимаешь, что ты никто. Нет у вас такого ощущения? Да, как нет, весь. Это непонятно просто, что творится сейчас. Ну, хорошо, в войне кто виноват? Да, это вот непонятная ситуация. Вроде как раньше все братья-братья были, а сейчас даже вот неразбериха какая-то. Там в России одно говорят, тут приезжаешь совсем другое. Ну, смотрите, ну вы же, ну, как бы, вы не тупой человек. Вы говорите, вот неразбериха, непонятно, кто виноват. 24 февраля началась война, да, для россиян это я свал. Кто вошел в Украину? Украина вошла в Россию или Россия вошла в Украину? Россия. Россия. Так чья вина? Кто напал? Россия. Россия. За что воюет Россия, вы можете объяснить? Не знаю даже. Не знаете, да? В 41-45 год Советский Союз за что воевал? За... С этими, с фашистами-то? Да. За страну свою. За страну. Гитлер же хотел захватить, рассказать это, всю Россию, но... А это кто он? Сталин не дал. Да. Ну, то есть было понимание цели войны, правильно? Да. Сейчас, я так понял, у россиян нету понимания цели войны. Это политика. Стоп. Давайте не будем вот это спрыгивать на это слово политика. В 41-45 годы россияне понимали, за что воюют? Да. Это тоже была политика или нет? Нет. Это не была политика? Нет. В 39-м году был подписан Пакт Молотова-Риббентропа, а не нападение. Гитлер все равно напал. Это была политика тоже? Ну, как не политика? Ну, Гитлер захотел просто все, захотел землю себе. А, то есть тогда не была политика, а сейчас это политика? Ну, я не знаю там историю. Хорошо, объясните мне разницу тогда между войной 41-45-го и разницу между войной 22-го года большой, 2014-го даже она началась. Для вас это политика, а там это не была политика. Ты не разбираешься даже в этом. Хорошо. Ну, видите, у вас даже понимания нету, за что воюют. Там была светлая идея? Где это когда война-то была? В 41-м году? Да. Да, вроде как, да. А сейчас что есть? А сейчас непонятно. Ну, русские захватывают территорию украинскую. Ну, что здесь непонятного? Убивают, грабят, мародеры, насилуют. Россияне, ну, то есть простой народ, вот вас мобилизовали, вы этого не понимаете? Что вы сейчас фашисты для украинцев. Вы захватываете чужую страну. Этого понимания нету? Ну, да. Нету? Нету. Ну, вот сейчас даже термин новый есть, рашизм. Ну, хорошо, вот у вас сын есть, да, 14 лет? Да, сын. Он еще не совершеннолетний. Пусть ему будет 20 лет. Ну, он вас спросил, теоретически вас там обменяет, да? И он вас спросит, папа, а что ты ездил делать в Украину? Или даже сейчас спросит. Ну, вы же должны, как отец, объяснить. Вы же не будете ему говорить, это политика, сынок? А может, ну, вот сын будет развит хорошо, да? Он через ВПА будет заходить. Что это был захват территории и так далее. Вот любознательный малыш будет. Вы тоже ему скажете, сынок, это все политика? Ну, сын, он скажет, папа, ты же старался захватить чужую территорию. Так как ты не завидишь ответить на это, ну, просто, да не, 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 не пофиг мне, было бы, но... Это просто неправильно как-то все это... Нет, ну, у меня вопрос. Я вас заставляю думать, вот, вот, честно, вот. У меня такое ощущение, что я заставляю россиян здесь думать. Да почему думать, да я... Ну, а как, ну, объясните... Думаю, как есть... Ну, ну, смотрите, вот, когда ты спросишь любого украинца, вот, за что они воюют там? За свою страну. За свою страну? Да. Они ее защищают. А вы, ну, то есть, вам даже стыдно признать, что вы захватываете чужие территории, да? Да. Это стыдно признать? Почему нет? Вы не можете этого признать? Ну, вы говорите, я не знаю, что мы здесь делаем. Ну, можно сказать, у нас долбанное правительство, долбанный Путин, который меня, как простого россиянина, отмобилизировал, чтобы я сюда шел. У нас нету яиц, как у народа, да? Так и есть. Так и есть, да? У нас, как у народа, нету яиц. Сказать нет этому всему. И мы, как тупое быдло, идем в другую страну. Так? Я логическую цепочку выгодовал? Да. Все так? Все так. Все правильно. А украинцы красавцы, потому что у них есть яйца. Да почему? Украинцы защищают свою страну. Да? Да. Ну, русские комбинги... А наши идут, как быдло, сюда ползут. Нет, ползут. Не идут, а просто ползут. Да. Хотите что-то сказать россиянам? Решение сказать. Решение, нельзя так делать. Жить надо дружно. Ну, жить дружно уже не получится, вы это понимаете? Да. Много горе принесли. Много страданий. Но я еще раз статистику наложу. Я сегодня утром ехал, там слушал по радио. Вот ехал в машине. И статистика, что за границу уехало около 7,8 миллионов украинцев. Через русских. За границу? Да. Они сбежали. 7,8 миллионов. Вот может, это на каналах нужно говорить? И показывать русских федеральных. Что сделали россияне с моей страной? Украинцев что-то хотите сказать? Да я даже не знаю, что-то видишь. Да не знаю, да элементарно. Извините. Да, извините. Ну, вот даже на это как бы не способен никто. Извините за нашу слабость, как народа. Да? Да. Что мы не можем у себя разобраться. Что мы не можем разобраться с Путиным и вот с этим и всема. Это точно. Да, вот это как бы какая-то сознательность гражданская. Извините за мой народ, что он так слаб. Извините за то, что мы стали тупыми под воздействием пропаганды. Что мы не думаем, что мы как биомасса. Которая приносит вам страдания. Так и есть.